Машинки, зверята, красивые пейзажи, рисунки, которые создали дети сотрудников завода «Бетоныч». Нарисовали их ребята с искренними пожеланиями к Международному дню онкобольного ребенка для подопечных Благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Взрослые тоже не остались в стороне. От себя на иллюстрациях они добавили добрые и важные слова, которые придадут сил маленьким героям, ведь они сейчас сражаются за самое главное – за свое здоровье. Мы решили поддержать подопечных фонда и подумали сделать им творческие подарки. А кто, как не ребенок, лучше всего поймет ребенка. Поэтому дети сотрудников завода подготовили для них рисунки с пожеланиями, которые, мы думаем, останутся с ними надолго и поддержат их. Вместе с рисунками заводчане положили в коробку сладкие подарки – пряники, вручили ценную посылку ответственному сотруднику и отправили в добрый путь на голубой автобетономешалке. На территории больницы спецтехнику встречала президент фонда «Сохрани жизнь» Яна Байгот. Для детей приезд большой машины стал неожиданностью. Правда, в условиях пандемии увидеть сюрприз они могли только из окна. Но самые главные подарки они получат из рук в руки. Дорогая Эля, ты еще совсем маленькая, поэтому я хочу, чтобы в твоей жизни были только счастливые и красочные дни. Самое главное, чего мы сегодня добились – это смех детей. Их вообще такой сюрприз невозможен совершенно, который они не ожидали, что это будет такое, что целый бетономешалка приедет сюда. И самое важное как раз таки в этом моменте, что те дети, которые рисовали, писали пожелания, и они уделяли свое собственное время, они такую маленькую искорку зажгли в каждом из них, что все возможно, все обязательно получится. Как отметила заведующая онкогематологическим центром, детям такая поддержка важна, но и их родителям она важна не меньше. Потому что родители понимают, что в той сложной ситуации, в которую они попали, когда для каждого из них земля уходила из-под ног, и вдруг они понимают, что первое – можно получать лечение, длительное, тяжелое, сложное, но с хорошим результатом. Второе – они знают, что есть сообщество, которое им помогает, и есть люди в обществе, и организаторы, благотворители, как мы называем, которые их поддерживают. Это дает им возможность выдержать тот путь, который им предстоит сегодня выдержать. Стоит отметить, что «Трилитон» совместно с благотворительным фондом уже не первый год делают добрые дела. Их сотрудничество началось в 2017 году, и за это время появилась постоянная акция. С каждого купленного куба бетона 5 рублей перечисляют в адрес фонда. А раз в квартал компания считает, сколько было реализовано бетона, умножает эту цифру на 5, и полученную сумму передают на лечение детей с онкозаболеваниями. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на восьмом.